Здравствуйте. Я, собственно, простой гражданин, москвич. В партии недавно подался, можно сказать, зову сердца текущей ситуации. Здесь уже говорилось о том, что в нашей стране сложная ситуация, происходит какой-то переменный, переломный период. Люди выходят на улицу, кто-то там за честные выборы, кто-то против оранжевой революции. Но, тем не менее, процесс пошел. Соответственно, сейчас возникает вопрос, как жить дальше, какие, так сказать, концепции развития государства у нас есть. Собственно, то, что предлагают либералы, например, это сводится к тому, что мы страиваемся в Запад, в Европейский союз, в западную цивилизацию. Собственно, русским людям, которые тысячелетия уже идут своим путем, это неприемлемо. Если люди сейчас отказываются от какого-то своего пути развития, это значит, что они завтра откажутся от своего государства и, в конце концов, откажутся от своего народа. Коммунисты у нас тоже, в общем-то, ничего из себя не представляют идеологически. У них есть только воспоминания о Советском Союзе, было их достижение. Собственно, в марксизм, я думаю, никто из них даже не верит. Это идеология ошибочная, она уже показала. А то, что они сейчас представляют, пытаются подать новую концепцию какую-то, она уже не является, по сути, коммунизмом. И коммунисты, по сути, это люди, которые держатся за красные флаги, за какие-то символы прошлого. Собственно, единственной силой, которая способна дать новый виток развития нашего Отечества, я ввожу в русский национализм. Но единственная проблема, что национализм при всей своей правильности, при всей своей, так сказать, поддержке в населении, почему-то до сих пор настановится той силой, которая будет задавать тон политическим процессам, которая будет серьезно влиять на ситуацию в стране. Я думаю, каждый здесь может дать свой ответ на этот вопрос, почему это не происходит. Сейчас существует множество различных объединений, партий, организаций. Они существуют, продолжают существовать. Собственно, они тоже разных течений внутри национализма. От подпольно-террористических до более-менее респектабельных, способных, нацеленных на парламентскую борьбу. Но, тем не менее, у всех у них чего-то не хватает. У кого-то, допустим, есть идея, есть порыв, но нет лидеров и программы. У кого-то есть лидеры и программы, но у них сомнительная репутация. Собственно, у Великой России, я считаю, есть все. То есть у нас есть программа, идеология, у нас незамятная репутация, у нас есть лидер, у нас есть некий фундаментализм и, конечно же, у нас есть вера. Поэтому я уверен, что у Великой России есть все шансы стать лидером русского национального движения и, в конце концов, привести русское национальное движение к власти в России. У меня все. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ